Транспортная война завершилась, как только Приднестровье пообещало ответить. Президент Вадим Красносельский обсудил проблему запретов на передвижение с молдавским коллегой Игорем Дадоном. Как будут передвигаться приднестровцы через Молдоукраинскую границу и граждане Молдовы через нашу, сейчас и узнаем. Вопрос дня в эфире первого приднестровского телеканала в студии Велита Ганина и наши гости сегодня Александр Стытьюк, заместитель министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики и Сергей Широков, директор Бюро политических исследований «Медиатор». Здравствуйте. Итак, сегодня состоялся телефонный разговор президента Вадима Красносельского и Игоря Дадона. Обсудили ситуацию, которая сложилась на границе. Запрет на передвижение приднестровцев на наших авто с номерами Приднестровской Молдавской Республики и с нашими же приднестровскими удостоверениями водительскими было запрещено через Молдоукраинскую границу. Вот мы говорим об этом запрете, который, собственно говоря, и спровоцировал всю эту ситуацию. Наш президент подчеркнул, что есть нарушение прав граждан на свободу передвижения. Дадон пообещал встречно, что запрет будет отменен. И вот этот запрет на свободу передвижения был принят в одностороннем порядке, предупреждения не было. Вот зачем было нужно вот этот запрет вводить? Надо отметить, что это уже не первая попытка таким образом ограничить права граждан Приднестровья. Несколько лет назад власти в Кишиневе уже предпринимали такие меры, а потом в срочном порядке вводили некие моратории. В общем, отменяли собственные решения, которые они принимали, видимо, на тот момент понимая всю пагубность и негатив от этих действий. Что произошло в этом году, понять сложно. Но важно и главное другое, что те меры, которые приняла Республика Молдова в отношении граждан Приднестровья, являются прямой дискриминацией наших граждан. И наше государство, наше руководство просто вынуждено реагировать. Оно имеет обязательство перед гражданами защищать их интересы. Поэтому эта ситуация, конечно, не могла остаться без наших реакций. И такая ситуация в принципе недопустима. И вот сегодня в адрес представителя по политическим вопросам от Республики Молдова, а также международных участников в формате 5 плюс 2, Приднестровское Министерство иностранных дел направляет официальное обращение. В нем заранее, подчеркиваю, сообщается, что с 24 января, то есть за неделю мы предупреждаем, что вводятся ограничения. Это ответная мера, это тоже очень важно. Для всех типов транспорта с номерами Молдовы и с водительскими удостоверениями тоже Молдовы. На все виды транспорта, это и маршрутные такси, это и автобусы, это и грузовой поток, легковые автомобили. Почему мы реагируем именно так? Мы реагируем таким образом, потому что инструменты политико-дипломатического, скажем так, воздействия на молдавскую сторону исчерпали себя. Кишинев не прислушивается к просьбам, предложениям Приднестровья о том, что нужно продолжать переговоры. Кишинев вероломно прибегает к элементам давления, к ограничительным мерам. В связи с этим мы вынуждены действовать симметрично, зеркально, для того, чтобы, скажем так, одернуть безответственных молдавских политиков, которые приняли это решение, и вернуть их в русло адекватного диалога, в реальность, в конце концов, вернуть их за стол переговоров, чтобы продолжить искать решения, вырабатывать практические решения. Ну вот недели не прошло, и мы видим, что состоялся рабочий телефонный разговор двух президентов, и Додон заверяет Вадима Красносельского в том, что запрет снимут через неделю. То, что состоялся этот разговор, говорит о том, что реакция мгновенная. Наше обещание, что мы введем запрет, предупреждение, оно возымело эффект. Безусловно. Судя по всему, это было большой неожиданностью для Кишинева, но мне кажется, что в текущем году Молдова перешла тут рубеж, ту черту. Вот терпение, в конце концов, в Приднестровье, и получил ответную реакцию. Мне кажется, очень правильно расставить акценты в свете происходящих событий. Во-первых, потому что в соцсетях сейчас очень много раздувается разной информации, мы не говорили о том, что мы будем запрещать въезд молдавского автотранспорта на нашу территорию, на территорию Приднестровья. Это первое. Речь шла о выезде из Приднестровья на Приднестровско-Украинскую границу. Это первое. Второе. Очень важный момент, мне кажется, тоже о нем нужно говорить и доносить до всех наших партнеров, до нашей аудитории. Приднестровье говорило о возможности введения такого режима. Мы давали нашим молдавским коллегам, мы давали властям в Кишиневе возможность, давали шанс вернуть ситуацию в исходное положение, то есть на состояние доведения этого режима. Мы дали шанс, и будем, вот первый сигнал уже поступили, и будем надеяться, что они нас услышат. Потому что, по сути своей, другого варианта, как реагировать, у нас не было. А насколько адекватная реакция в Приднестровье? Мне кажется, она полностью адекватная. Это абсолютно симметричный ответ, взвешенная реакция. Мы пытались говорить на уровне дипломатов, на олимпатических представителей, нас не услышали. То есть для Кишинева сегодня очевидно на самом деле, что проблемы граждан Приднестровья, это не их проблемы, но это проблемы Приднестровского государства. И мы должны думать о своих гражданах, мы будем защищать всеми, имеющими у нас способами, мерами и мерами воздействия в том числе. Поэтому в этой ситуации, наверное, у нас практически не было другого выхода. Мы знаем, что Дадон пообещал, что через неделю запрет будет снят. Но он действует, он продолжает действовать. Если запрет не будет снят, наша Приднестровская сторона вводит ответные меры? Конечно, все в силе, и решение Совета Безопасности в силе. Просто есть определенный отрезок времени, в течение которого в молдавской стороне необходимо переосмыслить и принять соответствующие организационные меры. Поэтому, раз уж господин Дадон что-то пообещал, сделал политическое заявление, дал политическое обещание, то мы с нетерпением ожидаем обращения по соответствующим каналам взаимодействия с Молдовой, в котором они должны нас уведомить о том, что соответствующие ограничения сняты, соответствующие изменения в нормативном правилах акта внесены. Ну и, честно говоря, ожидаем даже извинения в каком-то смысле за то, что они поставили наших сограждан в такое сложное положение в канун новогодних праздников, новогодних отпусков, когда многие выезжали на Украину, в том числе для новогоднего отдыха. Вот, поэтому, полагаю, что им не мешало бы принести извинения нашим гражданам. Александр Павлович, если обещание не будет выполнено, мы вводим запрет. Как он будет работать для граждан, которые проживают здесь? У них есть зарегистрированный транспорт в Молдове, есть водительские удостоверения Молдовы. Они как будут пересекать границу? Для них будут трудности? В соответствии с решением Совета безопасности, в отношении наших граждан не будет применяться каких-либо ограничений. У них есть паспорта Приднестровские, у них есть водительские удостоверения Приднестровские. Да, наши граждане, бывает, перемещаются на транспортных средствах, зарегистрированных и в России, и в Украине, и в Молдове. Поэтому это не имеет никакого значения. Главный критерий – это наличие гражданства, постоянного места жительства в Приднестрове. Поэтому подобного рода ограничения, если они будут все-таки введены, никак не коснутся наших жителей. Ну и если говорить об этической стороне, если, допустим, гражданам Молдовы, которые зарегистрированы, постоянно живут в Молдове, ну очень срочно нужно через нашу территорию проехать, скажем, на лечение в Украину, или есть какие-то, ну может быть, какие-то трудности семейные, нужно туда добраться. Как в этот момент будет работать этот механизм? Буквально сегодня мы с коллегами обсуждали вопросы такого организационного порядка. Мы, в отличие от Кишинева, конечно же, предупредили заблаговременно. В отличие от Кишинева, который никак не уведомил даже нас, не наших сограждан о том, что вот он планирует вести такие действия. Мы действуем, скажем так, предупреждаем всех, будет определенная информационная кампания, то есть будут граждане Молдовы при въезде в Приднестровье осведомлены о том, что вот есть вероятность введения такого режима. И, конечно же, мы не исключаем, что могут быть какие-то такие гуманитарные ситуации, вот когда кто-то на похороны едет, кто-то на лечение в Украину едет. Мы в этом случае, наверное, будем принимать какие-то решения исключительного характера. Но свобода передвижения наших граждан, она и сейчас, в общем-то, ограничена. Механизм нейтральных номеров не работает в полную силу. На данный момент, если наши граждане уезжают на автомобили с нейтральным номером, все равно требуют водительское удостоверение Молдовы. Вот в этой ситуации это можно считать откровенным принуждением получать документы, которые изначально преднестровцам не нужны? На фоне этого кризиса появилось такое очень интересное заявление Бюро по реинтеграции. Мы эксперты внимательно читали. И здесь я с вами соглашусь, потому что они не стесняясь, не между строк, как обычно, а в прямую в текст, вложили буквами на белый лист бумаги конкретные практически условия, показывая свои намерения, фактически принуждая граждан Приднестровья не только получать нейтральные номера, но и молдавские водительские удостоверения. Такая позиция, такое условие не прописано ни в одном из документов переговорного процесса. Она никогда не обсуждалась. На уровне каких-то договоренностей и согласований Александр Павлович поправит, если это не так. Нововведения на КПП молодоукраинских, они преследовали в том числе и политические цели. Я хочу акцентировать еще раз внимание. Для нас, как для экспертного сообщества, это уже не столько политика, не столько переговоры, сколько это проблема защиты прав человека. Потому что, во-первых, повторюсь, в данном случае происходит дискриминация граждан Приднестровья, потому что их ограничивают на основе приднестровских документов, на основе приднестровских номеров, приднестровских водительских удостоверений, которые они получили в соответствии с конститутами и законами Приднестровья. Их ограничивает молдавская сторона. Это первое, это дискриминация, прямая дискриминация. Второе, нарушается фундаментальное право на свободу передвижения. И третье, конечно же, нарушается договоренность переговорного процесса. Нарушены два документа, два официальных документа. Это решение о нейтральных номерах, которые подписали в 2018 году, где прописано, что наши граждане могут, имея преднестровские водительские удостоверения, с нейтральным номером пересекать границу. И нарушен протокол взаимопризнания документов, который был подписан в 2001 году. Александр Павлович, есть какие-то штрафные санкции для такой стороны, которая нарушает подписанные договоренности? Это два, наверное, так скажем, самых основных документа. А нарушает, молдовый, вот мы сегодня в обращении указали, молдавской стороне, порядка 10 документов переговорного процесса. Вот, еще с 90-х годов. Молдавская сторона, вот, пользуясь отсутствием этой системы гарантии, когда можно было бы призвать одну из сторон к ответственности за неисполнение той или иной договоренности, вот, фактически подписывает документы, отказывается от разработки гарантийных документов и ведет себя вот подобным образом. Говорить сейчас о каких-то санкциях, ну, вот, наши встречные меры, наверное, являются в некотором роде санкцией. Вот. Я бы сказал, это взаиме. Да. Я бы сказал, что это даже не ответная мера, Александр Павлович, извините, а это предупреждение о возможных санкциях. Да, о возможных санкциях. Рассчитываем на то, что, когда мы соберемся в очередной раз в формате 5 плюс 2, мы услышим необходимые оценки и в адрес Кишинева, и оценки его поведения. Стоит добавить, что дороги для машин с приднестровскими номерами и правами остаются открытыми в самой Молдове и на Украине, и в России. Никаких проблем нет и на приднестровско-украинской границе. Пока, да. Но сначала Молдова угрожала, что с февраля запустят новую фазу контроля на нашей границе. Сейчас этот срок передвинули на август, но все равно складывается впечатление, что замыкается жесткое кольцо блокады вокруг Приднестровья. То есть нельзя пересекать границу Молдо-Украинскую, потом с августа пускай это ничего не меняет, нельзя будет и нашу границу нормально пересекать, то есть будет двойной контроль и, возможно, будет ограниченный доступ лекарств, продуктов, то, что нужно населению. Сергей Александрович, что вообще происходит? Если коротко, Молдова в условиях внутриполитической нестабильности пытается реализовать некий собственный сценарий урегулирования Приднестровской проблемы, то есть то, как видится это в Кишиневе или из Кишинева. Что это имеется в виду? То есть это ползучее, медленное распространение молдавской юрисдикции на все формы жизнедеятельности Приднестровья. Контроль над экспортно-импортными операциями, контроль над, скажем так, документооборотом, если мы говорим о будильских удостоверениях. То есть контроль над всеми сферами жизни, до которых, извините за грубо говоря, Кишинев может дотянуться. Вы сказали про кольцо, да, но это может быть, знаете, если с аналогией говорить, это может быть больше похоже на змею, которая, на удава, которая медленно-медленно сжимается вокруг Приднестровья. И для нас это, в принципе, очевидно. И я надеюсь, что это очевидно для наших международных партнеров. То есть речь не идет о том, что Кишинев хочет договариваться, искать компромиссы. Он через систему давления, через систему точечных ударов по чувствительным областям, в первую очередь по нашей экономике, по нашей внешнеэкономической деятельности, пытается навязывать на правила игры и распространять свое правовое поле на государственные функции Приднестровья, на наши государственные компетенции. Александр Павлович, в России знают о том, что происходит? Вообще понимают международные партнеры, что сейчас вытворяет Молдова? Я вам скажу так, что в России мы нашли поддержку в части нашей реакции. И вы можете просто отследить сейчас даже о том, как медийно эту ситуацию отрабатывают российские СМИ. Как Россия реагирует на это? Ну, Россия, в частности, средства массовой информации, с пониманием воспринимают наши решения, наши действия. Я хотел бы вернуться к тому, что вы говорите о том, что кольцо сжимается. Напомню о том, что Совет Безопасности состоялся буквально за день до принятия решения об очередной отсрочке. Могу вам точно сказать, если бы этой отсрочки не было, то молдавская сторона получила бы в этот раз в том числе и симметричную реакцию вот по этой теме. То есть у нас есть целый пакет мер разработок? В том числе, если мера, которая будет введена 24 числа, скажем так, не возымеет должного эффекта в отношении Кишинева, то мы готовы применять целую серию иных мер, которые должны, скажем так, заставить Кишинев пересмыслить свое поведение. В Приднестровье уже на следующей неделе, ориентировочно 23 января, состоится встреча со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ австрийцем Томасом Майером Хартингом. Будут ли результаты и какие темы Александр Павлович планируется там обсудить? Ну, эта встреча уже, в принципе, даже согласована. То есть точно мы ждем в гости 23 числа австрийского дипломата, который будет представлять албанское председательство. Поговорить есть о чем. Проблем у нас немало. Есть у меня такое интуитивное ощущение, что Кишинев примет необходимые меры по снятию своих ограничений именно в контексте визита этого дипломата, чтобы не отвечать на неудобные вопросы. Поэтому автотранспортная тематика, наверное, станет одной из самых горячих и ключевых в нашем общении с представителем ОБСЕ. Есть целая серия масса других проблем, в частности банковская проблема. Мы же видим, что систематическое давление создания проблем Приднестровья наблюдалось в течение второй половины прошлого года и медленно перетекло в этот год. Поэтому проблем хватает и хватает тем для обсуждения. Вот такие встречи, они дадут результат, как вы думаете? Это плановая системная работа наших приднестровских дипломатов. Это вопрос плановой работы формата 5 плюс 2, потому что мы говорим сейчас об албанском председательстве в ОБСЕ. Это абсолютно правильное, нужное и, самое главное, в нашей ситуации своевременное решение, своевременный визит. Даст ли он результат, посмотрим, наши коллеги проведут переговоры. Главное сейчас, в контексте того, что мы сейчас обсуждаем, чтобы был результат от разговоров двух президентов. И мне кажется, нам надо будет потом проанализировать, почему так случилось, что вот эту проблему пришлось решать аж на уровне глав государств. Почему не сработал механизм политических переговоров, почему молдавский переговорщик, скажем так, не смог решить эту проблему на своем уровне. Вот это нам, я думаю, стоит проанализировать и попытаться в том числе как-то настроить работу формата 5 плюс 2, формата 1 плюс 1 на уровне предпредставителей, чтобы в будущем такие ситуации не решались, потому что, ну, действительно, ситуация достигает определенной степени накала, когда стороны могут перейти к таким жестким ответным мерам и никому на пользу это, очевидно, не пойдет. Ни процессу регулирования, ни нашим двухсторонним отношениям с Молдовой. Но, повторюсь, мы вынуждены отвечать на эти агрессивные меры стороны Кишинева. Александр Павлович, а переговоры в формате 5 плюс 2 будут? Есть уже ориентировочные даты? Потому что есть четкое ощущение, что Молдова делает все для того, чтобы сорвать переговорный процесс. В рамках предстоящего визита Томса Майера Хартинга мы будем однозначно ставить вопрос о необходимости проведения в самое ближайшее время заседания в формате 5 плюс 2, для того, чтобы провести, скажем так, анализ текущего состояния переговорного процесса. Он находится в крайне сложном положении. Поэтому Молдова, конечно же, может создавать какие-то препятствия, переговорному процессу. Но помимо Молдовы в этом формате есть еще 6 сторон, включая Приднестровье. Поэтому, если сопосредники решат провести очередное заседание, и мы согласимся же с этим приглашением, то я полагаю, что Кишинева вряд ли сможет остаться в одиночестве и не поехать на очередное заседание. Не поехать, может быть, и не может, а вот не подписать протокол, как мы видели на практике, может. Заблокировать в Молдову получится работу формата 5 плюс 2? Мы сейчас с вами находимся в стадии прогнозов, что в нынешней ситуации дело не очень благодарное. Исходя из прошлого опыта, мы видим, что Молдова отказывается вообще от подписания любых документов с Приднестровьем. То есть таким образом пытается избежать уравнивания наших переговорных статусов. Это, очевидно, назревшая проблема. То есть можно предположить, что Кишинев пытается всячески дистанцироваться себя от статуса стороны конфликта и пытается навязать такой, скажем, тренд о том, что конфликт Приднестровского регулирования – это внутренняя проблема Республики Молдова. Вот эта вещь крайне опасная, крайне недопустимая. А то, на что способны молдавские переговорщики и молдавские чиновники, но мы все прекрасно знаем, за 26 уже лет переговорного процесса у нас опыта достаточно. Негативного, к сожалению, в том числе. Ну что ж, пора задавать вопрос дня. Сегодня его зададим вам, Александр Павлович. И звучит он так. Обещание Додона отменить запрет еще не вступило в действие. Это пока только слова, но мы прекрасно знаем, чего стоят эти обещания и как они на практике не реализовываются, и как подписанные соглашения тоже не работают со стороны Молдовы. Можно ли верить Додону, и как будет действие Приднестровья дальше? 30 секунд на ответ. Верить Додону я бы не стал, но рассчитываю на то, что решение об отзыве своих ограничительных мер будет. Дальше будем действовать соразмерно к поведению Кишинева, реагировать симметрично, но стараться все-таки держать наш диалог в режиме переговорного процесса и за столом переговоров, не переходить к каким-то острым фазам противостояния. Это был вопрос дня. Напомним, наши гости сегодня. Александр Стетюк, заместитель министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики, и Сергей Широков, директор бюро политических исследований «Медиатор». Спасибо вам. Спасибо. Ну а я с вами прощаю. Желаю вам хороших выходных. Не забывайте просматривать наши новости в паблик-чатах, в Вайбере и Телеграме. Там всегда есть интересные новости. А главное, вы первыми будете узнавать, что происходит в Республике. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин